Привет, студент! Как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей информацией. А подборкой лучшей информации из студенческой жизни тебя обеспечит команда Универ Ньюз. С тобой Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь! Эх, валенки, валенки! В этнографическом музее КФУ проходит выставка обуви народов мира. Прикоснись к науке, КФУ открывает двери своих лабораторий. В мире колб и пипеток, где готовят лучших медиков и биологов. У студентов юридического факультета была уникальная возможность послушать лекцию заслуженного профессора права Университета США, штата Пенсильвания. Подробности узнаешь в следующем сюжете. Заслуженный профессор права Университета, штата Пенсильвания, профессор сравнительного правоведения Лондонского университета, доктор юридических наук Батлер Уильям Эллиотт приехал в Казань с целью прочитать лекцию студентам КФУ. Тема лекции – сравнительное правоведение и юридический перевод. Я считаю, что юридический перевод является основой сравнительного правоведения. Поэтому качество юридического перевода сильно влияет на качество сравнительного правоведения. Я надеюсь, что они будут лучше понимать, что это юридический перевод и сам занимаются более эффективным переводом. Наука – это самая настоящая магия и прикоснуться к ней мечтает практически каждый. Казанский федеральный даст вам гораздо больше. Не только заглянуть в лаборатории, но и самому стать частью научных экспериментов можно в рамках акции «Про наука». Подробности в нашем сюжете. Этим летом КФУ запускает серию мероприятий в формате «Ночь науки». Акция будет состоять из трех мероприятий. Первый пройдет 28 июня и объединит три института. Институт филологии и межкультурных коммуникаций, Институт международных отношений и востоковедения и Институт психологии. У нас будет четыре шатра со своей лекционной программой параллельной. У гостей мероприятия будет выбор, куда пойти, что посмотреть. И они будут не просто пассивными слушателями, но активными участниками нашего мероприятия, потому что наш формат будет полностью интерактивным. Название первой встречи – «Наука в летнюю ночь». Вся информация будет подана в интересной и интерактивной форме. Обучение будет проходить в виде развлечения. Таким образом, мероприятие станет небольшим праздником для студентов, потенциальных абитуриентов и жителей города. Дорогие друзья, приглашаем вас всех 28 июня на наше мероприятие «Наука в летнюю ночь» в КФО. Ждем вас в 18 часов на площадку перед входом в здание Института филологии и межкультурных коммуникаций. Вас ждет много интересного, нового, необычного, и вы прекрасно проведете время. Юлия Парышева, Инна Федотова, Ленар Девлетьеров, Универ Ньюз. Как всегда, по традиции команда Универ Ньюз подготовила для тебя подборку самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб Ньюз». Казань стала самым креативным городом России по версии британского издания «The Colored Journal». Столица Татарстана обогнала в рейтинге Москву и Краснодар. На создание туристских кластеров «Великий Булгар» и «Свиярск» будет направлено более полутора миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. КФУ улучшил свои позиции в рейтинге «Раунд Юниверсити Рэнкинг». По сравнению с прошлым годом «Казанский Федеральный» поднялся в рейтинге на 54 строчки и в настоящий момент занимает 257 место. Это пятый показатель среди российских вузов. Казань присоединится к акции «Свеча памяти». Вероприятие начнется в ночь с 21 на 22 июня в парке Горького и завершится в парке Победы. «Сименс» готов построить поезда для высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Немецкая компания уже провели испытания двигателя, которым оснастят новые высокоскоростные составы. Названные имена лучших медиков Татарстана, торжественная церемония вручения премии «Акчи Джеклер» прошла в День медика. 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Теперь казанцам придется оплатить в среднем на 3,5% больше. Установку камер наблюдения в Казани потратят 31 миллион рублей. Камеры появятся в парках, скверах, на остановках и в других местах массового скопления людей. В Казани начнут делать сувениры для искушенных туристов. Сувенирная продукция станет более качественной и запоминающейся. Нравятся девушки в белых халатах? Без ума от генетических задач? Или может ты просто помешан на коллекционировании бабочек? Тогда следующий сюжет точно для тебя. Институт фундаментальной медицины и биологии – один из самых динамично развивающихся институтов КФУ. Он содержит более 60 подразделений. Это кафедры, научно-исследовательские лаборатории, клиническая база в Республиканской клинической больнице номер 2, музеи, ботанический сад и многое другое. Андрей Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии в программе «Прием КФУ-2016» рассказал, в чем уникальность института. Когда мы называли институт, мы его назвали «Институт фундаментальной медицины», то есть хорошие даем фундаментальные знания, такие же, как на уровне у биологов. А потом уже мы даем еще и непосредственную связь с клиникой, то есть работаем с клиникой. По инфраструктуре, ну, наверное, я могу сказать, что и в биологическом, что и в медицинском направлении, мы уникальны еще и по другой причине. Мы практически единственные, кто имеет свою клинику. В Эфмип также создан уникальный центр симуляционной медицины, включающий модель госпиталя, стоматологический класс, инжиниринговый центр по созданию симуляторов. До того, как подойти к больному, у нас отрабатываются все самые мелкие мануальные навыки. И более того, они не просто отрабатываются. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю, что же он имеет ни на словах, ни на бумаге, где просто написано. То есть вообще, в принципе, мы создали уникальную и стараемся, так сказать, поддержать и выйти на лидирующие позиции, так сказать, в подготовке и биологов, и медиков не только в России, а может быть, даже и в Европе. Хочешь стать специалистом в области биологии, либо хорошим врачом? Тогда тебе прямая дорога в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Более подробную информацию о поступлении в данный институт можешь узнать в программе «Прием КФУ-2016» на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Желаем успехов в поступлении. Адиля Валеева, Ильшат Хусаянов, Универньюз. С приходом лета мы, как правило, достаем сандали, вьетнамки, босоножки и другие виды легкой обуви. Однако немногие знают, что все это не изобретение современности, а привычные элементы костюма наших самых древних предков. Обувь как отражение культуры народа. Так звучит тема выставки этнографического музея КФУ «Два сапога пара», на которой побывала наш корреспондент Тиана Авакян. Сотрудники этнографического музея КФУ уверены, что народный костюм – это не просто одежда, а целая система, в которую закодирована важная информация о человеке. В давние времена такая, казалось бы, незначительная деталь образа, как обувь, могла многое рассказать о человеке. Возраст, социальность, статус, национальность. Специфику обуви разных народов мира раскрывает выставка «Два сапога пара». Здесь представлены и русские лапти, и татарские ичиги, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. А экспонат, вызывающий наибольшее недоумение, порой и ужас у посетителей выставки – так называемые китайские ножки лотоса. Дело в том, что в Китае с 10-11 веков начинается традиция ментования детских ножек. В 3-4 года девочки ломали пальцы, прилежащие к ним кости, закручивали их определенным образом, большой палец оставался в центре. В 3-4 года примерно девочка должна была проходить через эти мучения, но нога ее сохранялась очень маленькой. Дело в том, что в Китае это символизировало женственность. То есть такая девушка, которая не может сама ходить, передвигаться, а только семенит. Стоит отметить, что таким мучением своих дочерей подвергали в основном представители аристократии. Оттуда же и пошла китайская пословица – мать не может любить одновременно свою дочь и ее ногу. К слову, увидеть ножки лотоса в Казани можно только в КФУ. У этнографического музея богатый фонд, уходящий корнями во времена основания Казанского университета. Прадедушка нашего музея – кабинет редкостей, который был основан в 1815 году. Своего рода кунсткамера казанская. Сюда как раз привозили редкие, нехарактерные для данного региона вещи. И сейчас музей тоже пополняется экспонатами из этнографических экспедиций. Привозятся какие-то вещи для дальнейшего изучения и для такой вот наглядности. Своими глазами оценить выставку «Два сапога пара» могут все желающие до 30 сентября. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Вот и все новости на сегодня. Не забывай, что лето – пора приключений. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова